Будет ли правильным с моей стороны приостановить общение с женщиной, с женщиной-другом, с которой мы давние друзья? Общение у нас происходит время от времени, где я знаю, что у неё непростая семейная ситуация, но с целью помочь, поддерживать, поддерживаю это общение. В случае, когда жена у меня говорит, что она не против, но я вижу, что для неё это определённая работа. Дим, ты сейчас переспрашиваешь то, что в прошлый раз я сказал. Не так давно получается. Что лучше не делать? Шаги, где ты знаешь. Что кому-то будет больно, если нет какой-то явной необходимости. Где есть какой-то исключительный момент, где без этого будет уже неверно, если это не сделать, какой-то шаг. То есть какая-то потеря произойдёт, трагедия какая-то может произойти. Вот тогда уже можно не смотреть, кто как на это реагирует. Ты спасаешь. Но ты можешь затрагивать обстоятельства, где, понимаешь, они носят характер, они как будто бы могут быть проблемными. Но они проблемными могут быть всю жизнь. Один, одна и та же характер проблемы будет. Поэтому тут уже не всегда можно сослаться на то, что, ну, ведь кто-то как будто бы нуждается в помощи. Другой тоже нуждается в помощи рядом. То есть у тебя как бы два человека на чаше весов, где в данный момент жизнь не решается одного. У тебя два человека, у которых приблизительно равные обстоятельства. Тот, за кого ты взял ответственность, и тот, за кого ты не взял ответственность, но который хочет твоей помощи. Но у тебя две чаши весов. Ответственность, прежде всего, конечно же, выше. Она перевешивать должна. Она этим отличается. Она ответственностью является. То есть за всё, за что вы берёте ответственность, это повышенное ваше внимание должно быть, повышенное ваше участие должно быть, повышенное ваше беспокойство должно быть. Там, где проявляется ваша ответственность. Вообще, конечно же, по-человечески, вы ответственны друг за друга все. Поэтому мы сейчас не смотрим вот такую общую характер ответственности, как человека. У вас ещё в жизни появляются дополнительные меры ответственности. Они как бы так усиливают какие-то стороны вашей жизни, связанные с вами. Поэтому вот когда мы так смотрим, то здесь приблизительно как будто бы равные чаши весов. Но на одной. Одна чаша весов связана с большей ответственностью, другая с меньшей. Вот простые ориентиры для разума, которые должны помогать вам некоторые сделать переоценки, переосмысления какие-то. И дальше предпринять соответствующие шаги. Потому что здесь уже нельзя мне вести, можно, нельзя. То есть искать какие-то, выискивать вам какие-то нюансы, чтобы я разрешил вам сделать то, к чему вы тяготеете сами. У вас много есть определённых тяготений, предрасположенностей. Они больше связаны с вашими привязанностями. То есть некие определённые эгоистические ниточки, которые вас держат за какие-то обстоятельства. Но они больше носят эгоистический характер. Поэтому именно, когда вы опираетесь на чувственные свои проявления, вы тяготеете выбрать то, где у вас ниточка это существует. А мы рассматриваем сейчас в целом закон. Последний завет — это закон, который призван научить вас победить этого в себе врага, который создаёт массу нюансов, которые выглядят привлекательными. И этими ниточками кое-кто умеет интересно манипулировать, подёргивать за них. И прогнозируемо начинаете идти в определённую сторону. Заранее понятно, что вы туда пойдёте. Вы будете склонны туда пойти. Но вы должны научиться ориентироваться. Не только вы делаете в этом случае какой-то шаг, может быть, не совсем удобный для другого. Но вы тем самым, когда вы стараетесь делать правильно, создаёте определённое испытание не специально. Для другого, у которого тоже человека появляется необходимость что-то начать по-другому переосмысливать. Если он это оценит негативно, невыгодное для себя действие, то есть ты перестал отвечать. Для него это невыгодно. Ему это не понравится. Его это будет смущать. Но это урок. Ты не специально, ты не хотел сделать больно. Тебе пришлось выбрать, и в какой-то момент ты, сделав какой-то выбор, ты кому-то, ну, кого-то смутишь. Одного из двух ты точно смутишь, если ты сделаешь тот или иной шаг. Ну, получается, ответственность в данном случае, она превыше. И другой человек должен это понять. Ни в коем случае он не должен на это обидеться, расстроиться. Он должен с пониманием отнестись, да, сказать, я понимаю, действительно, тут я что-то как-то перегибаю, перегибаю там, даже составные женщины или мужчины, это выражается. Это выражается в зависимости от того, с кем приходит у кого-то общение. Но это понимание должно возникнуть. И бывает, пока оно не создается, это испытание, у человека может долго не возникать нужного понимания. Он же эгоистически привык удовлетворять свои интересы. И пока удовлетворяется, он не задумывается, а правильно ли он делать. Ему нравится это. Поэтому, когда вы начинаете делать правильно, вы невольно, не желая сделать больно, хотя будете чувствовать, что может кому-то будет неудобно. И в данном случае ты это понимаешь. Но такой шаг как раз придется сделать. Но он не является каким-то негативным с твоей стороны. Он как раз то допустимое испытание, которое вы неосознанно, не специально делаете для другого. Но оно необходимо, это испытание. Вот так вы, контактируя взаимодействуя друг с другом, вы начинаете видеть какие-то углы, которые вас смущают. Вы на них натыкаетесь, становится больно. Это вас смущает, но это в то же время стимулирует к осмыслению того, что вы делаете. Если человек склонен сразу обвинить того, кто выставил угол, значит, пока он еще не дозрел до нужной мудрости, и ему надо будет претерпеть какую-то долю страданий в связи с этим, потому что он продолжит натыкаться на такие углы, он их не видит, он пока не понимает, что на самом деле угол, это не тот человек выставил, действия которого ему не понравились. это его личный эгоизм, действия другого, правильные действия другого, воспринимает как угол, и он наткнулся на угол в своем собственном сознании, а не в том, что ему предоставили. Но если он натыкается на такие углы в своем сознании, и этот убрать угол можно только, когда он переосмыслит эту ситуацию, и он увидит, что угла нет. Но как ему помочь увидеть, что этого угла нет? нужны и соответствующие условия. Поэтому, когда вы начинаете правильно делать, вы неизбежно создаете эти условия. А дальше, соответственно, свободный выбор за тем, кто начинает попадать в смущающиеся для себя обстоятельства. То есть, если ему это не нравится, но теперь оценка нужна. Тебе подставили угол, подставили тебе подножку, ведь это твои собственные ноги запутались, и ты придумал сам этот угол. То есть, нужно разобраться, нужно научиться размышлять, и оценку сделать правильную в этом случае. Вот тогда происходит процесс развития. Без этого размышления развития не будет. Человек будет натыкаться на одно и то же, и смущаться, и удивляться. Но сколько же можно ему так страдать долго? А страдает он, потому что придумал сам условия, вынуждающие его страдать. Это его личная иллюзия. Ее в практике, в реальности не существует этой преграды. Поэтому не торопитесь угодить всем. У вас вообще, в принципе, это не получится. Но эгоизм хочет показать вам, вернее, подтолкнуть вас, чтобы вы демонстрировали, какой вы хороший. Вы везде можете как будто успеть. Вы боитесь, чтобы у вас кто-то нехороший что-то не подумал. То есть, вы беспокоитесь о чистоте своего имени, о благозвучии этого имени. Но это не то беспокойство, которое должно вами управлять. Вами должно управлять желание сделать все правильно, достойно. Праведный поступок свершить. А праведный поступок, он не может всем угодить. Тем более, я уже не раз сказал и в последнее время видео встречи, пробую показать вам, что духовные ценности, они не склонны поддерживать эгоистические интересы. Они, как правило, будут противоречить им. А вы все, вот представьте, вы все настроены на удовлетворение эгоистического интереса. Поэтому, как только кто-то из вас начинает следовать духовным принципам, неизбежно начнется своеобразного рода такой условный конфликт. Потому что он перестанет удовлетворять чей-то эгоистический интерес. Неизбежно. А этот интерес почти во всем проявлен. Поэтому сразу возникает в какой-то мере где-то как будто бы неудобное обстоятельство в ваших отношениях. Вы по-прежнему где-то тяготеете почувствовать удовлетворение интереса, а бац, уголочек какой-то вылез, странный, вам неудобно, некомфортно. И как будто бы не похоже на дружбу, на любовь, которую вы предполагаете, что это во всем должна быть любовь, а значит и удовлетворение всех эгоистических интересов. Но такого не может быть. Поэтому здесь пойдет своеобразный конфликт неизбежно. И вот как вы начнете относиться к этим обстоятельствам, это уже теперь ваша работа. Но без этой работы это все остальное, но это погибель. Вам надо это сделать, работу. Поэтому у вас сейчас возможность просто вдруг в атмосфере дружелюбия, где все стараются понять друг друга, начать делать это правильные шаги. Их очень сложно сделать там, где нет таких соратников в движении, то есть единомышленников нет. Вот там это уже делать сложно. Потому что стоит вам этого не сделать, кто-то сразу начнет обвинять вас, выдвигать какие-то требования, да ты что, да что такое случилось. Ну и начнется неприятное развитие картины, очень активное. Потому что человеческий эгоизм начнет выражать недовольство, что его эгоизм ущемили. Вы здесь в других условиях. Поэтому у вас гораздо более благоприятные условия попробовать менять эту среду общения и характер ваших взаимоотношений. Вот и пробуйте делать. Это самое удобное обстоятельство. Потому что во всех других будет очень сложно, когда столько будет претензий, они будут активно выражаться, вас начнут признавать как за врага, а вам захочется защититься, что вы на самом деле ничего дурного не имели, будете оправдываться. То есть пойдет какое-то нездоровое общение между вами. Нездоровое. И как правило, как правило, тот, кто защищающийся, постепенно сдает позиции. Как правило. Потому что другой не успокоится, пока его не удовлетворят его интересы. Пока не извинится этот человек, пока не поменяет свое отношение тому, кто как будто бы так обиделся на какие-то придуманные осложнения. Как правило, в таких случаях вы сдаетесь и подстраиваетесь под слабых. То есть весь мир так живет. Боясь, что вас могут поругать, вы, как правило, склонны подстраиваться под мнение других, чтобы вас не ругали. Тут уже надо будет быть смелее. Ну и тем более, опять давайте вернемся к тому, что я уже упомянул, вы находитесь в очень благоприятной среде для этого. Чтобы начать пробовать действовать шаги, осторожно, аккуратно, в атмосфере дружелюбия. И где вы друг другу пробуете доверять, что вы друг другу пытаетесь помочь, друг другу пытаетесь понять. Значит, не будете торопиться осудить. То есть это условие должно расположить вас к тому, чтобы вы смелее начали это делать. Так как этот механизм эгоизма, он настолько могуч, то есть если уж говорить о каком-то там демонах, дьяволах там всевозможных, сатаноидов, всевозможных, придумывать, если это все внутри вас. То есть главный-то враг, он не где-то там на орбите летает. Он внутри человека. Это его личный эгоизм. Именно эта часть никак не дает вырулить в нужном направлении. Просто вам внутренний, ваш мир, он как будто бы запрещает вам делать праведные шаги. И вы часто послушно этому следуете. То есть он властвует над вами. Вы подконтрольны. Вот мы рассматриваем сейчас пути этой победы. Я рассказываю, как это сделать. Другого пути нет. Его просто не существует. Есть только один путь. То есть есть разные варианты каких-то усилий. Но потому что в этом случае нельзя говорить, что как-то категорично. Либо так, либо вообще все остальное только погибель. Нет. Есть масса того, что можно считать полезным. Но это как какое-то локальное изменение, какое-то сглаживание, какое-то небольшое исцеление каких-то участков. Но эти все явления хоть и имеют какие-то интересные моменты, но они носят такой вот ограниченный, очень ограниченный характер. И привести в целом к победе не смогут. Они могут давать некоторое ощущение победы, но в каких-то отдельных обстоятельствах в вашей жизни. Но оно привести к победе не сможет. Нужно комплексное такое рассмотрение всего, что связано с вашим внутренним миром. Вот только в этом случае это может привести к полной победе. Вам это все дается. Но этим надо воспользоваться. Это огромный багаж пониманий, знаний, где вы учитесь по-другому видеть мир, по-другому ориентироваться и, соответственно, по-другому прикладывать усилия. Ведь усилия надо прикладывать. Вам никогда нельзя забывать, что каждый день вы находитесь в школе жизни. Каждый день. Любой ваш контакт с ближним это уже урок. Любой контакт. Потому что, как только вы соединяетесь в общении с кем-то, вам предлагаются какие-то условия, где вам надо сделать реакцию, выразить свою. Правильно вы выражаете реакцию или нет, это уже ваш выбор. От него начинается, либо у вас что-то улучшается, либо ухудшается. Но это постоянно происходит движение. Больше ухудшаете, он будет сложнее. Все больше и вы будете чувствовать, что в каких-то местах вы перестаете уже нормально реагировать. Вы сложнее с собой справиться. То есть пойдет прогресс негатива внутри, слабости. Начинаете каждую мелочь отслеживать и пробовать реагировать. Правильно, вы сами начнете видеть, что с течением времени вам все легче, легче, какие-то обстоятельства даются. Даже если вроде бы до этого вы не их решали, не такого рода темы, а какого-то другого, но вы стабильно старались их делать правильно. Те, которые вам предоставляли в жизни. Но ведь каждый день в жизни вам предоставляется все необходимое. Именно необходимое оно на практике вам предоставляется. Вы это подтягиваете под себя. Вы сами создаете условия, чтобы притянулось то, что вам надо. это такая среда энергоинформационная, где взаимодействие происходит постоянное ваших полей между собой. Вы воздействуете друг на друга, создаете тельные условия, активируя какие-то области, которые начинают подтягиваться к вам, как на что-то привлекательное, и воздействуют на вас. То есть вы привлекли к себе какие-то части, какие-то особенности, каких-то головастиков. они у кого-то завибрировали и двинулись в вашу сторону. Они почувствовали какую-то питательную среду благоприятную. Они подтягиваются к вам, начинают выражаться. И вы начинаете на этих головастиков как-то реагировать. и начинаете либо вести тоже как очередной головастик, либо начинаете правильно реагировать. И они начинают терять к вам интерес. Провокация начинает падать. Потому что если вы начинаете правильно реагировать, вас нет смысла провоцировать. Но это языком человека. Такой ход рассуждения нет смысла. Потому что головастики подплывают не потому, что у них есть какой-то смысл кто-то им дал. они просто инерционно в силу своей энергии, в силу информации, которой они обладают, они тянутся к чему-то для них благоприятному. Без какой-то задней мысли или передней. То есть они просто тянутся. Для них это благоприятно. И вы их скапливаете рядом, начинаете на них реагировать. И либо вы подпитываете и начинаете занимать такую же позицию. Либо по-другому действуете. Они начинают реже к вам подплывать. И потом провокация вообще перестает существовать. У вас появится что-то другое. Как только вот эта вы слабость какой-то начинаете проявлять в себе, вы потянете какой-то рот головастиков к себе. Все. Не задумываясь на эту тему. Но это начнет совершенно элементарно происходить. Или через соседей, или кто-то еще откуда-то приедет, или вообще в самом доме у вас среди родственников неожиданно кто-то проявит что-то, что вас укусит, спровоцирует вас на какую-то реакцию, которую вы склонны выражать. Вот и смотрите. Поэтому любой ваш контакт друг с другом это урок жизни. Никогда об этом не забывайте. пробуйте помнить. Это жизненно важно. Это конечно определенный труд, это конечно же определенное внимание, которое надо в себе учиться развивать. Но это как поле битвы. Это же есть апокалипсис, армагеддон, это своеобразная битва света и тьмы. И вот эта битва за вашу жизнь. Не получится как бы так отстояться в стороне от этой битвы. Вы в самой гуще этой битвы. А соответственно ну где-то надо учиться сражаться правильно. За свою жизнь, за благо, за счастье, за любовь. Вам надо прилагать эти усилия. Придется прилагать. Потому что или вы проиграете, или победите. Нет другого варианта. Вы не сможете побыть где-то в старине. И посматривать так семечки хруст в стороне на поле. Нет. Ничего этого не получится. Вы все вовлекаетесь сейчас в это громадное, масштабное, общечеловеческое сражение между тьмой и светом. Оно сейчас набирает кульминацию, то есть пиковое состояние. И вы начинаете проявляться. Проявляться где многое вызывает смущение. Вы не готовы. Оказывается, вы не совсем готовились. Не просто не готовы чего-то вам не успели дать, и вы оказались не готовы. Нет, вам давалось все нужное, но вы многое пропустили. А теперь вы будете ускоренно это вспоминать. Вы вынуждены будете ускоренно вспоминать, потому что вас начинает закручивать. Потому что реакции ваши специфические пока еще продолжают быть. То есть они не вызывают какой-то уверенности, за вас какое-то спокойствие, вы идете некрепко. Вы покаетесь вставляете в общей среде среди всех верующих некую такую жижу. Там есть какие-то плотные кусочки тверди. Встречается но в целом пока эта жижа она плывет. Она плывет она пока не может быть опорой. есть на нее опереться никому нельзя. Вы сами плывете пока еще. И вот найти нужные силы внутри. Нужно сконцентрировать свое внимание правильно. Нужно правильно оценить происходящее вокруг. Нужно суметь грамотно отреагировать на все это. Нужно преодолеть свой страх ненужный неуместный который начинает вас сразу плавить и вы начинаете течь. То есть уже какая-то расплавленная порода. Нельзя так. Нужно взять себя в руки. Это очень серьезное событие происходит. Поэтому уметь отстоять свое уметь дорожить своими ценностями уметь им следовать уметь показать всем как это вам дорого а не когда возникают какие-то трудности какие-то опасения вы начинаете порой принимать вид как будто бы вы мимо просто проходили вы к этому не особо имеете отношения. То есть вы начинаете кто-то занимать именно такую позицию очень похожую на эту. Так неправильно это ваша жизнь решается ведь именно ваше и ваше умение отстоять свои ценности показать как это вам дорого и что вы не склонны ни на что их променять что вы именно считаете и видите это для себя правильно не потому что вас кто-то там заставил куда-то идти это же вы решаете вы выбираете ну раз вы выбираете продемонстрируете этот выбор покажите что это ваша ценность а значит вы будете этого держаться потому что сами считаете это правильным для себя для себя это ценным и будете это утверждать по своей жизни нужно вот это ваша уверенность нужно вот это ваша твердость внутренняя которая поможет уже создавать твердыню а не какое-то подобие болотца такого где что-то вроде бы на каких-то кусочках на каких-то пенечках где-то что-то похоже на твердыню вроде проявляется но в целом тоже реже идет такая болотистая поэтому беритесь за себя уже увереннее потому что время пришло это же есть экзамен которым я уже предупреждал писал формировал разные образы подсказывал вот оно началось экзамен и пока двоечки троечки так языком школы обозначать можно вот так можно еще оценочки такие идут где-то четверточки но встречаться могут такие где я могу сказать да тут пятерку можно поставить но в основном такие средненькие какие-то слабенькие оценочки то есть значит значит это надо суть отстаивать уметь уметь ее показывать вот она ваша если кто-то коснулся вас он должен почувствовать эту твердость вашу что вы стоите надежно а не когда вы шатаетесь потому что вы не только сами теряете свои позиции свои ценности начинаете терять вы и другому помочь не можете тому кто пытается вас толкнуть он же видит что вы шатаетесь как он через вас может понять что вы действительно опираетесь на что-то ценное вы сами шатаетесь но если вы стоите твердо вы тем самым поможете и тому кто пытается вас толкнуть ведь он же сразу увидит насколько вы тверды в своей жизни, и он в своей уже эту твердыню не найдет. Для него это будет привлекательно. Вы можете ничего им потом не объяснять, но показав себя в этой жизни, вы уже понесете благою весть, ничего никому не предлагая. Это уже поучительно и привлекательно. Поэтому умейте показать твердость своих решений, своего выбора. И как вы дорожите ценностями, которые вы как будто бы признали для себя самыми дорогими. Это сейчас для вас жизненно необходимо, потому что сейчас у вас прекрасная возможность видеть, как в обществе все будет плыть, потому что там нет твердыни. Они ее будут лихорадочно искать, но у них ее нету, они не смогут ее найти. Нет, кроме последнего завета этой твердыни, ее просто не существует. Поэтому вы сейчас будете просто лицезреть, как в театре, как все будет бурлить, плыть, затапливать друг друга. Они будут лихорадочно кричать, искать эту твердыню, но они ее не найдут. Если вы будете продолжать упорно сейчас показывать, что вы стоите твердо, у вас есть интересная возможность вот так потихонечку показать миру, где эта твердыня. И именно через эти шаги они начнут все больше потом сочиться в эту сторону. Для них нужно увидеть эту твердыню. А когда все видят, что все друг друга пытаются как бы опереться друг на друга, чтобы спастись, а голова, на которую опирается, она погружается куда-то в жижу, ну это создает состояние такой паники своеобразной, где все стараются выжить, и все начинают делать шаги кто во что гораст, лишь бы выжить. А там неважно за счет кого, кто угодно, хоть кто подвернется под руку, главное, чтобы успеть опереться на чью-то голову и попытаться поднять свою голову выше поверхности какой-то засасывающей жижи. Это страшная картина, но она характерна человеку, он всегда так жил, он всегда выживал за счет кого-то, именно вот так. Чем труднее становилось, тем он больше и более лихорадочно старался опереться на кого-то и за счет кого-то подняться повыше. Но все сейчас будут погружаться, будут погружаться, потому что твердыни ни у кого нету. Это же закон, чтобы победить то, что у вас внутри, оно сформировано на законе. Нужен закон, который точно определит характер усилий, который позволит методично, шаг за шагом преодолеть эту преграду. Тут нужны грамотные усилия, а не кто во что гораст. Вы закон этот имеете, но он один, к нему должны прийти все. Не может быть разных законов по поводу одного обстоятельства. Есть только один закон. Как у любого элемента всего мира бытия, у любого, все основано на каком-то законе и способно проявляться в соответствии с какими-то закономерностями данного момента, где этот элемент проявился. Это все очень просто. Вот этот закон надо найти. Определить его и быстро опереться, сориентироваться вовремя. Но для этого, конечно, потребуется трезвое мышление. Трезвое мышление предполагает, когда вы не торопитесь критически оценивать все новое для себя, а когда вы ищете и пробуете трезво оценить, объективно оценить, когда вы допускаете объективность, чем характерно, когда вы допускаете, что то, что новое у вас появилось на пути, оно вполне может быть истиной. Вполне. Почему бы нет? Вот теперь после этого начинается осмысление. Вот тогда оно получается разумным. Но если человек критически начинает подходить к новому, только лишь потому, что оно отличается от того, что у него уже есть, он лишает себя возможности объективно и разумно это осмысливать. Он просто не сможет это сделать. Это закон, опять же. Его никак не обмануть. У него просто не будет возможности оценить увиденное. Правильно оценить. А именно так, такая склонность оценки, она проявляется у всех людей. Поэтому путаница у всех будет очень большая, очень сложная. И они даже находясь рядом с твердыней, они готовы будут легко пройти мимо нее, сделав ложный выбор. Потому что будут искать твердыню в собственной иллюзии, а не в реальности. Ведь многие легко могут придумывать вероятность какой-то твердыни. И будут пытаться искать, но будут искать иллюзию. А в реальности твердыню. Она будет отличаться от иллюзии. То есть это надо понимать. Ну, это уже такая большая тема, которую потихоньку-потихоньку еще раз придется смотреть с вами, показывать вам. И время еще есть. Ну, вот такой, казалось бы, простой вопрос. И вот такой очень большой ответ. Где это действительно очень важно. Поэтому я так много и уделил этому сейчас внимание. Хочется, чтобы вы быстрее сообразили и сконцентрировались на своих ценностях. Не теряли их из вида. Дорожили ими. Иначе вы упадете. Просто упадете. Ведь это же очень серьезная битва за ваши души. Очень серьезная. Такой силой, перед которой вы пасовали тысячи лет. А вот теперь вам надо победить. Но победить есть возможность только в одном условии. Когда вы исполните то, что вам дается в помощь. Вот возьмите и исполните. Вы тогда победите. Гарантированно. Это единственная возможность такую победу сделать. Вот, друзья. Так что, Дим, будь внимателен. И делайте оценки. Исходя прежде того, что я вначале уже как в качестве ориентира подсказал. Сейчас мы возвращаемся к самому началу. Есть моменты ответственности. Более такой какой-то повышенной. Есть другого рода ответственность. Потому что ответственность друг за друга вы всегда несете. Но есть критические точки. Где от этого зависит действительно судьба человека. И вот тут важно уже пойти ему на помощь. Как бы кто-то не расстроился. Потому что само расстройство не говорит о том, что наступил критический момент. И человек от этого расстройства погибнет. Но с другой стороны уже видится, что он может погибнуть. Поэтому вы делаете этот шаг независимо от того, как о вас будут говорить кто-то другой. И как он от этого расстроится. Это уже не столь важно. Важна сама жизнь человека. Но если это все приблизительно в равных условиях находится, вы выбираете то, где вы больше ответственны. Потому что вам все равно сделать нужно будет какой-то один шаг в каком-то одном направлении. В двух сразу вы их не сделаете шаги. То есть есть развилка определенная. Не получится сделать один шаг и туда и туда одинаково. Куда-то надо будет сделать. Значит где-то что-то будет оставлено. Вот тут умейте интересно поразмышлять. Но по большому счету здесь нельзя сказать, туда ты или туда пойдешь, сделаешь ли ты какую-то большую ошибку. Нет. Потому что ты и там помогаешь, и тут будешь готов помогать. Как бы так по большому счету это все связано, каждый твой шаг связан с желанием принести помощь. Я лишь просто показываю те нюансы, которые показывают вам детали. И благодаря этим деталям будет происходить более тонкая настройка вашего внутреннего мира. То есть у вас есть грубая настройка какая-то. Перенастраивание вашего психоэмоциональной сферы. И где-то начинается тонкая. Уже такие детали, которые для многих могут вообще даже не видеться их.